всем привет итак наступили выходные сегодня у нас воскресенье побывал я на двух барахолках и вот такие вот купил предметы сейчас я вам все расскажу и покажу так и начнем мы с курительной трубки сувенирная получается здесь должна быть цепочка эти ее нету купил ее за 10 гривен вот ориентировочная цена такой где-то около 100 вот уже доход около 90 гривен так теперь у нас четыре пачки сигарет заграничные вот такие вот а это у нас полмал вот в такой вот интересной упаковочке купил я их по 10 гривен 4 пачки вот ориентировочно если их даже выставить по 50 там тире 70 гривен то есть уже заработал уже отбил так теперь у нас фотоаппараты вот этот такой вот самый простенький недорогой но цена приятно удивила зенит 3м индустар 50 на нем объективчик вот название объектив сам по себе недорогой купил за 40 гривен вот его цена где-то приблизительно 150-200 это если вы желаете быстро все продать такая вот инструкция и назорки 4k на все эти покупки я потратил около 800 гривен на кому интересно запишите на карандаш все и посчитаете и с помощью вот этого фотоаппарата я все свои покупки отбиваю ты все остальные позиции это у меня уже плюс идет и как всегда в конце видео мы подсчитаем ориентировочные доходы мои и на нем у нас стоит юпитер 8 вот такой вот интересный объектив чик цена данного фотоаппарата доходит в интернете можно найти аж до 1000 гривен купил я его кстати за 70 гривен отличная шикарная покупка еще раз повторяюсь она просто все это отбивает и так дальше мы двигаемся вот такие вот диапазитивы вот если кто-то из детства помнит вот сюда вставляется просвечивается и мы смотрим целых две упаковки синенькая вот и красная такая я их если честно даже брать не хотел но цена 20 гривен это недорого я на них потратил 40 гривен ориентировочно можно их выставить по украине где-то по 100 по 150 потому что здесь вообще шикарное просто состояние великолепное так затем вот такой барьер на фильтр купил за 20 гривен цена по по рознице зашел посмотрел около 100 гривен там разница плюс минус 10 гривен вот такие шашки 10 гривен их можно тоже покупать если цена адекватная не за 50 не за 100 гривен вот так за 50 уже можно попытаться их выставить на продажу елочные игрушки это у нас на маленькую елку вот такие вот они у некоторых должны быть такие это маленькая коробочка такая идет но ее нету к сожалению на микро елку то есть это ее можно на шкафу на столе поставить и повешать вот такие маленькие игрушки вот купил их за 20 гривен а в интернет уже можно выставить за 100 за 150 и под новый год они обязательно продадутся вот такая замечательная покупочка так затем затем банкнот и 25 рублей разменный сертификат но он недорогое посмотрел ориентировочно 20-30 гривен вот эти вот 5000 украинских карбон все в такое состояние классно пресс юнси поэтому нужно быть поосторожнее с ними не залапать их если кто-то разбирается вот по данным боном напишите в комментариях сколько они стоят то есть имеют ли они хоть какую-то стоимость вот купил вот эту пачку за 20 гривен это у нас цена если вы смотрите за пределами украины меньше 1 доллара вот такие бонны нам попались наверняка здесь подороже однозначно так затем затем лото сейчас мы посмотрим на данные картонажная фабрика город ленинград вот такую лото купил за 40 гривен думаю все помнят из детства как играли такую лото посмотрел в интернете и 200 и 300 гривен она стоит находится кстати в очень приличном состоянии такие вот вещи можно купить сейчас это все выносится на рынке нет хорошей жизни но как-то так вот покерные фишки купил за 100 гривен их дешевле не получилось ну и так тоже нормально можно будет даже в компании собираться поиграть в картишки и вот такие фишки по ценам ориентировочно я уже посмотрел в интернете где-то 150-200 гривен то есть там уже как повезет и очень такая вот интересная рулетка алкогольная сейчас я вам все покажу если вы еще не видели такую игру сами все посмотрите в отличном просто идеальном состоянии здесь вот мы получается забрасываем шарик здесь в пакетике она вся в клеенке и вращаем вот а вот это вот у нас стопочки такие так вот она и называется drinking в общем кто проиграл или в кругу друзей когда там отдыхаете в компании такая будет интересная штука отдохнуть провести вечер и так далее абсолютно новая купил ее за 200 гривен поторговались вот а в интернете такая вот и за 300 и за 400 гривен люди выставляют но почему я ее купил может быть оставлю себе вот либо подарю кому-то довольно таки интересная игра вот такая пепельница новая купил за 20 гривен ее очень повезло и ориентировочно где-то 100 150 можно попытаться ее продать вот я не курю поэтому мне как-то неинтересно так это у нас коробочка здесь карты ленинградский комбинат цветной печати карту у меня колод уже насобиралась достаточно поэтому ждите следующее видео на котором мы более детально с вами все рассмотрим карты в отличном состоянии 54 штуки как раз подходит для покера вот такие вот карты интересуют есть также коллекционеры это какая-то здесь сувенирная что ли или от другой колоды попалась есть коллекционеры которые все это покупают желательно что были вот в таком идеальном состоянии и новые запечатанные и так далее это у нас руководство на электрогирлянду жалко что не родная коробочка было бы гораздо поинтереснее и выгоднее для меня она кстати рабочая мы зашли в магазин на рынке вот ее проверили купил за 20 гривен и теперь у нас шахматы такие вот одной там не хватает ну ничего страшного потому что я их постоянно покупаю и где-то чего-то не хватает и можно сделать уже комплекты поэтому если вы начнете покупать шахматы допустим вам на рынке попалось несколько штук вот таких то меньше больше то есть можно покупать если цена адекватная потому что со временем у вас образуется несколько комплектов где-то чего-то не хватает а вы взяли доложили и у вас полноценный комплект но такие моменты интересные вы наверное заметили вот такая коробка довольно таки она вот объемная вот где-то как шахматы это у нас размер на 30 сантиметров это чемоданчик чуть чуть больше вот вещь объект здесь недорогой я сам шоке как его человек отдал за 50 гривен вот но все-таки отдал экспонометр квант для фотопечати вот я даже не проверял вот такой вот агрегатик почему я его купил вот вот такие вещи подобные особо не покупаю состояние здесь классная по идее он новый по идее как продавец заверил что он рабочий вот а мужчинка стоял и его продавал ну по крайней мере так будем надеяться ну и в результате я его купил цена в интернете теперь самое главное он стоит недорого как я уже сказал где-то 200-250 гривен поэтому зазор я считаю что здесь 200 гривен это железно есть таки в коробочке у нас еще осталось сейчас мы вам покажем и вот такая у нас машинка гд ровская моли доли здесь у нас надпись made in gdr значит купил я ее за 100 гривен почему купил потому что ей около 40 лет но где-то так приблизительно вот более или менее такое добротное состояние это что в коробочке она если у вас остались подобные автомобильчики желательно конечно советские вот вы делаете фотографии мне присылаете на вайбер на ватсапе получаете оценку ваших советских игрушек машинок железных дорог солдатиков и так далее ну и так же я готов их покупать абсолютно в любом состоянии машинка может больше меньше вот и по 40 и по 50 сантиметров как раньше детки за собой 50 и 60 годы возили на веревочке марки запорожец зим зис молоковозы разные машинки вот такой вот замечательный экземпляр купил за 100 гривен ориентировочно по цене и то что она в коробочке находится где-то около 10 долларов это цена по украине вот в общем вот такие вот мои покупки ориентировочно значит по цифрам мой доход составил по камесь это предположительно полторы тире две тысячи гривен вот на всех на этих предметах елочные игрушки карты и так далее также вы можете начинать покупать вот такие подобные вещи естественно нужно во всем разбираться новичкам конечно сложно ну вот так вот все и учатся постепенно постепенно покупая вот такие подобные предметы подписывайтесь на канал ставьте лайки задавайте вопросы в комментариях до новых встреч субтитры подогнал «Симон»